Главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан подал иск в суд к футболисту Родолфо и изданию Евроспорт за интервью, в котором бразилец заявил, что возглавлявший тогда московский локомотив тренер сдал, простите, игрок, сдал игру против фанжи в 2011 году. Российский специалист намерен взыскать с ответчиков компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Подробнее в материале Кирилла Планкина. Кирилла Планкина. Место в турнирной таблице, отставая от лидера питерского «Зенита» всего на одну очко. Прошло три года, скандал стал затихать. Но этим летом в интервью интернет-порталу Евроспорт.ру бывший защитник локомотива бразилец Родолфо заявил, что матч локомотив фанжи носил договорной характер. Смородская еще до начала матча знала, что тренер будет сдавать игру. Я никогда ничем подобным не занимался и не представляю, как это работает. Были разговоры, что Спахич сдавал игры, но я этого не знаю. А что касается тренера, то поверьте, он достаточно важный человек в команде, чтобы влиять на результат. Можно нарочно выбрать неподходящую схему, можно, как Красножан, оставить в запасе четырех основных футболистов. Эти слова бывшего футболиста-железнодорожников и заставили Юрия Красножана обратиться в суд с просьбой о взыскании с бразильца и Евроспорт компенсацией в размере одного миллиона рублей за утверждение, что он мог быть причастен к договорным матчам. Также экс-наставник локомотива просит суд обязать ответчиков опровергнуть распространенные сведения, что он совершал противоправные действия. Суд рассмотрит иск Красножана 17 декабря. Ну, история о том, что он хочет обращаться в суд, появлялась на лентах новостей еще летом, поэтому неожиданностью это не стало. Мы, в принципе, были к этому готовы. Другое дело, что то, что его слова не разошлись с делом, в некоторой мере, да, стало неожиданностью, стало удивлением, стал, может быть, даже шоком. Но эмоции, соответственно, я испытал такие же удивления, шок, расстройство душевное. На текущий момент российский специалист возглавляет сборную Казахстана, которая довольно неудачно ведет борьбу за выход на чемпионат Европы 2016 года во Франции. После четырех сыгранных матчей команда набрала всего одно очко и расположилась на последнем месте в своей группе. Кирилл Планкин, LifeNews. Кирилл Планкин